Турникмены это не выходцы из Средней Азии, а ребята из вашего двора. Они никогда не забегают с уроков физкультуры, а все эти палки и перекладины не считают орудиями пыток. И на турниках такие сальто-мортали крутят, что сердце замирает от восторга. Носки тянем! Тянем носки! Спейте, что ли? Носки тянусь! Все мы давно уже привыкли, что турники во дворах используются не по назначению. Редко утречком в выходной день увидишь сонного гражданина вяло стукающей выбивалкой по ковру. Но уже скоро мозолистые руки турникменов сотрут ржавчину с перекладин им в вашем дворе. Турникмены – новое вение в молодежной и спортивной культуре. Само движение началось примерно два года назад. Мы посмотрели на старших ребят, которые занимались во дворе на турнике. И мы как бы вдохновились и начали немного заниматься. Ну и потом через социальные сети мы нашли сторонников, которые начали тем же заниматься, как мы, получается. Созвонились, организовали сборы, так сказать. Ну и начали постоянно заниматься. В дворовый спорт на перекладине новую жизнь вдохнул 19-летний Михаил Баратов из Воронежа. Из элементов гимнастики, джимбара и новых придуманных приемов сложилась культура турникменов. Потянуться на турнике, сделать выход на две, солнышко – максимум, на что способны обычные люди. Но этот парень пошел дальше. Он делает элементы высшей гимнастики, как штальдер эндо вейлер «Солнце на одной руке» и все это на обычном дворовом турнике. И в этом-то и особенность. Не нужно ни спортивного зала, ни матов, ни пружинищей гимнастической перекладины. Все, что требуется – это обычная дворовая перекладина и лямки для страховки. И вот, так сказать, уже 2011 год. И дошло до такого, что проводятся международные соревнования по этому виду спорта. Приезжают гости из других стран, из Америки в том числе. Вот, как-то так. Это те здоровенные негры. Да, это те здоровенные негры, которые на видюхах творят чудесные вещи на самом деле. Сейчас во многих городах России, Украины, Белоруссии, Соединенных Штатов и Колумбии можно увидеть парней, которые днями полируют перекладину. Могилев – не исключение 150 турникменов. И это только начало. «Это обычные дворовые ребята, которые не имеют возможности заниматься в залах. Может, по каким-то материальным причинам, либо просто нет в залов. И нашли атернативу вот на улице, как видите. На улице в турниках, то есть и погода нам не проблема. Одеваемся немного потеплее, и так же занимаемся». Днями пропадая на школьных спортивных площадках и дворах, и отрабатывая приемы, обороты и выходы, ребята готовятся к соревнованиям. Да-да, по дворовому спорту на перекладине и воркауту, силовым упражнением на брусьях, земле и перекладине, проводятся международные турниры. «Вот, и так же срезвался, есть еще и девушки. Ну, если честно, мы тоже не представляли себе девушки, но появились они достаточно, так сказать, недавно, но тем не менее не занимаются». Модно быть спортивным, экстремальным, иметь свой стиль. Паркур, фриран, воркаут, турники – мода на здоровье, и крепкое тело набирает обороты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok